Игорь Левин Давайте, если позволите, начнем, наверное, традиционно с ситуации на фронтах, потому что, похоже, под Бахмутом сложно и на Донбассе в целом сложно. Да, сложно, конечно. Но я напомню, что у нас почти год войны, и весь этот год сложно. Если говорить шире, с 2014 года сама ситуация войны Украины против России, то есть 140 миллиона, большая империя, да, это сложно. Смотрите, ситуация сейчас в режиме выжидания. Постоянно есть вбросы, что Россия начнет наступление где-то большое, с другой стороны российские пропагандисты вбрасывают, что Украина сейчас начнет большое наступление. Так или иначе, если бы мы обладали реальной ситуацией, оперативной ситуацией, что происходит на поле боя, мы бы об этом, конечно же, в этом эфире не заявили. Так или иначе, сейчас у нас началась эпоха, период, точнее, период холодов, то есть у нас сейчас минус, и это означает проходимость для техники всевозможной, то есть это облегчает задачи на фронте. В любом случае, мы можем обратить внимание, что та сторона, русские, они пытаются выдать маленькие, крохотные свои успехи за большие победы, потому что у них с лета победы вообще нет. Ну, то есть я, конечно же, про Солидар говорю, где как раз по-прежнему Солидар удерживается Украиной. Но, кстати, даже потеря Солидара, то есть это крохотный населенный пункт, он никак в стратегическом плане не меняет ситуацию. Это не окружение Бахмута, например, как там выдают пропагандисты. Просто у них нет совсем никаких успехов, поэтому у них даже центральные СМИ, я видел, как там РИА Новости, или какой-то один из таких центральных новостных каналов российских, публиковал, что там взято какое-то крохотное село где-то под Солидаром, и вот российская армия продвигается. Ну, это смешно просто читать такие вещи. В его случае мы находимся в режиме выжидания, и смотреть, в какую сторону двинется фронт, и как дальше будут развиваться события, я думаю, мы в ближайшее время, совсем ближайшее время увидим. Игорь, позвольте, я тогда немножко вспомню Министерство обороны Великобритании, которое считает, что россияне готовятся наступать в сторону Запорожья, перебрасывают туда очень большие ресурсы, и то также будут пытаться на Харьковском направлении остановить контрнаступление вооруженных сил Украины. Об этом, в частности, и Министерство обороны Великобритании говорило, и Вадим Скибицкий, как представитель главного управления разведки украинской. Смотрите, они или готовятся там наступать, или они хотят, чтобы мы думали, что они готовятся там наступать. Ну, вот и все. То есть пока не начнутся боевые действия, просто как бы гадание на кофейной гуще. Ну, потому что у вас война, это большое, как бы вот, огромное поле неизведанного, как говорил классик, и это у нас искусство обмана. То есть вы должны атаковать там, где вас не ждут, и наоборот. Вы должны создавать иллюзию, что вы атакуете там, где, казалось бы, предсказуемо, возможно, где враг будет вас, ну, готовится вас встретить, а вы на самом деле ударите в другом месте. Поэтому будем посмотреть то, что называется. Игорь, еще одна важная информация. Россия и Беларусь проведут совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля. И ранее генеральный штаб заявлял, что вот летная компонента, она очень важна как признак возможного наступления. Мы так много говорили о возможном наступлении со стороны Беларуси в разных вариантах. Вот считаете ли вы, что вот эти учения, которые будут, и там появилась информация, что куча даже тех аэродромов, которые уже никто никогда не использовал, практически они там все, расчищается снег, и туда будут завозиться самолеты. Считаете ли вы, что это о чем-то говорит, что это очень важная информация, что нужно готовиться к каким-то действиям со стороны Беларуси? Или, в принципе, Беларусь может стать одним из факторов или частей большого какого-то наступления, о котором, кстати, и немцы вспоминали и говорили, что Россия может использовать наступление одновременно с разных направлений? Да, может. В плане готовиться, конечно же, готовиться. То есть, агентство постоянно учитывает риски, в том числе и северные рубежи. Смотрите, пусть проводят свои там эти учения. Контингент, конкретно войск РФ в Беларуси, это что-то больше 10 тысяч человек. Ну, то есть, это не угроза, этим невозможно никуда наступать. Так, если в ВС Беларуси подключится, это около 50 тысяч человек, но это не все пехотинцы. То есть, там именно конкретно те, которые могут воевать, тоже чуть больше 10 тысяч человек, 115. Вот. Это без мобилизации. И там еще ТРО есть свое, там, белорусское и так далее. Отдельный вопрос к эффективности и возможности этого всего, все это мобилизовать, одеть, накормить, вот, и развернуть в боевые порядки. Ну, просто на бумаге. Вот. Даже учитывая ВС Беларусь, это полностью без мобилизации, да, вот, это 60 тысяч человек. Вот. Но этим вы никуда ничего добиться не можете, наступать не можете. Даже Чернигов вы не окружите, я не говорю уже про Киев. Если начнется там мобилизация, будут разворачиваться боевые порядки, переброска большого количества техники границам, это все будет известно, это все мониторится, наблюдается, как украинскими партнерами Запада, как и разведкой Украины в том числе. Поэтому пусть все проводят, все свои эти там телодвижения, это все мониторится пристально. Игорь, тогда, если позволите, я хотела бы использовать и попросить вас прокомментировать поставки нового вооружения в Украину, как человека, который знает, что происходило на Ближнем Востоке, человека, который знает, как в армии в Израиле, что происходило, да. Итак, правительство Германии подтвердило, что передаст Украине БМП Мердер или Мардер и систему ЗРК Патриот. Также США отправят в Украину боевые машины пехоты типа Брэдли. Более того, Эммануэль Макрон сказал, что Франция отправит в Украину французские колесные танки АМХ-10РС. И еще они добавили к этому, к этим поставкам бронетранспортеры Бестиан. Вот я посмотрела, почитала, я же не являюсь военным экспертом, но у меня создалось впечатление, что все эти машины пехоты разрабатывались для того, чтобы быть использованы несколько в других боевых условиях и несколько в другой войне. Но это же то, что я прочитала, ни о чем не говорит, да. Поэтому мне очень интересно, как вы оцениваете, насколько вот эти боевые машины нужны, является ли это наступательным оружием, которого мы так ждали, и насколько вот в украинских условиях это будет эффективное наступательное оружие? Во-первых, разделение на наступательно-оборонительное оружие это журналистское и дипломатическое разделение, но военные это не разделяют. Любое оружие может быть оборонительным и наступательным. Все эти системы, которые вы перечислили, они могут использоваться как в обороне, так и в наступлении. Но да, это действительно техника. Я много раз говорил, что техника нужна для наступления. У нас война механизированная. Это отличные новости на самом деле, потому что это первоклассные образцы техники в своем классе. Ну, то есть там уже азардофилы говорили, что там АМХ-10 – это колесный танк, слабая броня и так далее. Ну, конечно, он не задумывался как для штурмовых атак в лоб. То есть, каждый вот этот образец техники, его нужно использовать строго по своему назначению. Теперь, тут у нас интересная ситуация получается. Все эти виды вооружения во многом проектировались, создавались с учетом подготовки большой войны, которая ожидала, что она будет, между НАТО и Советским Союзом, плюс все его сателлиты, союзники. Вот эта великая война, которая должна была случиться. Ну, именно затачивалась против советских машин и против советских систем. Ну, Советский Союз распался, блок распался, и Великая война не случилась. Ну, и НАТО немножко потеряло смысл сосуществования. Сегодня мы видим, как у нас развернулась война масштаба, которой не было в современном втором мировой войне, особенно в Европе. А чем дальше эта война у нас развивается и идет, то уже и в мире. То есть, она переплевывает там всевозможную вьетнамскую конфликты, иранно-иракскую, и арабо-израильские войны и так далее. И мы видим, что многие тенденции, они оказались верными. Да, вот танки использовали, использование бронетехники, механизированных частей. То есть, все то, что говорили, что уже не актуально, там, в будущем будет война каких-нибудь, дронов, спецслужбы и всякого такого, это все вот новые веяния, а вот все эти механизированные большие соединения, это все ушло в прошлое. Нет, не ушло, не ушло. Вам нужно очень много техники. И вот как раз перейдусь сейчас в Украине, вот первоклассную технику будут. Ну, там вот Брэдли, да, это превосходная машина, то есть, она может бороться с танками, они установлены, противотанковые ракеты ТОУ, это отличные ракеты. Ну, вот в Сирии, там, танки Асада, как раз сирийские оппозиционеры, там, щелкали, только не с Брэдли, там, переносные ТОУ у них были. Вот, там, кстати, даже был такой у них мастер по истреблению танков, которого назвали даже Абу-ТОУ, то есть, Абу, это вот отец, то есть, отец ТОУ. Вот, потому что он там в одиночку что-то, ну, сотни танков уничтожил как раз с этой установки. То есть, это говорит об эффективности вот этих именно ТОУ, да? Да, ТОУ, ТОУ, да. ТОУ, вот это ТРК, установлено на Брэдли. И, как оказалось, нам передадут не просто Брэдли, а Брэдли модернизированный с учетом как раз войн прошлого, ну, то есть, имеется в виду война, операция «Буря в пустыне». То есть, это модернизированные машины. Там крупнокалиберная скрострельная пушка установлена, они просторные, они созданы с учетом эргономики и человеческого фактора. Там тепловизоры стоят и системы наведения, там неплохие системы в целом. То есть, это очень хорошие машины. Они, конечно же, хороши для штурма и наступления, но в том числе и для обороны, почему нет? Тем более, если у вас мобильная или активная оборона. Я напомню, что украинские генералы недавно совсем в ряде своих интервью как раз подчеркивали, что сейчас оборона, Украина ее реализует, это активная оборона. То же самое и Микс-10 колесный. Ну, танк, да, ну, так называют, на самом деле, это не танк, будем говорить так, но, опять же, все эти разделения, они, ну, очень условные. По большому счету, да, бронированная боевая машина, это идеально для рейда, это идеально для дозора, это идеально для переброски. То есть, смотрите, если у вас где-то происходит какая-то критическая ситуация, вы можете очень быстро их перебросить, они быстрые, они быстрые. Там стоит хорошая пушка и тоже неплохие системы. Вот, то есть, это отличное оружие, если вы его грамотно и хорошо используете. Мы видели, что украинцы изобретательные, даже как-нибудь древние бронетранспортеры, там, М-113 до 50-х годов, грамотно и эффективно использовались Украиной в контрнаступлении в Харьковской области и освободлении Херсона. Поэтому это у нас качественное усиление. И, конечно, 50 Брэдли, это такое начало, впереди будет еще много Брэдли, и передадут. Смотрите, если до этого у нас некоторые виды вооружения, которые поставляли Украине, они как бы и были сняты там с производства, или они уже не стояли в армиях, скажем, США-НАТО. Брэдли – это БМП, который стоит на вооружении армии США. То есть, мы видим, как планка качества оружия подтягивается фактически к стандарту того, что используется сегодня. И, конечно же, эти системы, как я уже до этого упомянул, большая война между НАТО и Советским блоком, они затачивались как раз против советских машин, а значит, сегодня и русских, российских танков и так далее. Это очень круто, на самом деле. И я заканчивая, напомню, что я как раз про это говорил, что у нас реализация идет по ступенькам. То есть, да, сейчас у нас Петрио, о котором вы упомянули, у нас есть боевые бронированные машины, всевозможных, вот мы видим от колесных, французских, вот, которые, все-таки назовем это, да, легкий танк, до первокривосходных боевых машин, вроде Брэдли, или Мардеры, кстати, тоже, это тоже хорошие машины. И, смотрите, дальше, следующая ступенька. Что у нас дальше идет? Еще больше боевых машин, еще больше Петриот, у нас уже, ну, два, то есть, одни это, которые сказали, что немцы поставят, другие США. И потом у нас начинаются танки уже, полноценные основные боевые танки. Вот. И на полном серьезе идет обсуждение, сейчас проявили Ампарды. То есть, все эти обсуждения, например, в Европе, и нет. Вот, поэтому это все вопрос времени. Игорь, вот по поводу ракет хотелось бы еще поговорить, потому что по поводу ракет очень много всякой разной информации, но если подводить какой-то общий итог, такой простой, то все равно мы так и не получили ракеты, которые позволяли бы нам стрелять далеко вглубь противнику. Это проблема. Но я так понимаю, что она каким-то образом решается. Более того, появилась очень интересная информация о том, что Украина вместе с Америкой делает модернизацию каких-то ракет, которые потом могут быть просто использованы украинской авиацией. Ну, и все-таки самолеты хотелось бы как-то получить. Не знаю, вот я бы все в одну корзинку сложила. Ну, да, это проблема, несомненно. Она решается. Мы видим, что несмотря на то, что ракеты не передают, Украина наносит удары в глубине российской территории по военным объектам. Посмотрим, как будут решать эту проблему дальше. Я не хочу просто гадать на кофейной гуще и говорить, какая причина, почему именно их не дают. Кстати, вполне допускаю, что ракеты стоят на одной ступенек реализации украинских вооружений. То есть, они хотят, смотрите, покажите, например, покажите, я имею в виду США, как бы говорит Украине, покажите, что вы можете реализовать полный крах, фиаско российской армии на территории Украины. То есть, мы скажем, например, освобождение Мелитополя, что означает отрезать сухопутный коридор в Крым и, по сути, фактически возвращать ситуацию с маленькими там вот различиями, которая была на начало полномасштабного вторжения, а дальше у нас идет этап полная деоккупация, возвращение Гринс-101 года и разгром. И вот мы теперь получаете дальнобойное оружие. То есть, то есть, есть в виду ракеты, которые могут наносить удары в глубине территории по военным объектам. Плюс я не отметаю ситуацию, что Украина, допустим, когда реализует свои возможности и удары, не всегда ракеты могут быть, но вообще удары в глубине России, обратите внимание, это всегда строго военные объекты. То есть показывают, мы не бомбим мирное население, мы не наносим удары по жилым массивам. Удары происходят строго по военным объектам. И не просто военным объектам, а те, которые угрожают Украине, стратегические бомбардировщики, например, у нас российские выпускают ракеты, куда? По энергетической инфраструктуре Украины. То есть, смотрите, они с помощью этого оружия бомбят мирных граждан Украины, мы наносим удары как раз по их военным объектам, по этим вооружениям, а не по мирным гражданам России, как бы в отмеску, возмездие. Тогда раз за разом, раз за разом, раз за разом американцы видят, что это системно, что тут есть с кем разговаривать, есть кому доверять, и в итоге передают такие системы. Я не говорю, что так будет, просто говорю, что это одна из возможностей, поэтому зачем гадать на кофейное гуще. Передадут, будет отлично. Не передадут, Украина продолжит реализовывать свои планы по возвращению и оккупации всех своих территорий с дальнобойными ракетами или без дальнобойных ракет. Игорь, вот президент Байден несколько раз, говоря о войне, первый раз назвал, что начинается новый этап войны в Украине, и второй раз он сказал, что это критическая точка российского вторжения в Украину. Я так понимаю, что наверняка он что-то знает, потому что американские разведки наверняка доносят ему эту ситуацию. Вот очень интересно, вы сейчас описали, что в начале интервью, что обе стороны либо готовятся к наступлению, либо говорят о том, что противники готовятся к наступлению. Вот такая идет ситуация. Но вы же наверняка видите, как выглядит в общих чертах уже украинская армия с новым оружием, с новыми пакетами помощи. я уверена, что вы анализируете, как выглядит российская армия. И вот если об украинской армии говоря, мы вспоминаем о том, что приходит новое оборужение, разные типы, то когда говорим о российской армии, все больше говорим о мобилизации и мало говорим о техническом каком-то оснащении. Вот как на сегодня в этой точке, которую, повторюсь, президент Байден назвал новым этапом войны или критическая точка вторжения, как выглядят армии украинская, российская. Украинская то, что можете, понятно, не раскрывая там ненужной информации. А вот о российской тоже хотелось бы поговорить, потому что ничего, кроме мобилизации, в последнее время не слышно. Да, уточните вопрос, как изменилась российская, как изменилась украинская армия. Да, вот на начало года, когда обе армии так или иначе готовятся, одна к наступлению, и об этом говорится, вторая к контрнаступлению, вот исходные, эти исходные позиции, на которых сейчас находятся эти армии. Да, смотрите, украинская армия меняется, сильно меняется, она не похожа на ту армию, которая была до начала, потому что было на вторжение. При этом проблем много, проблем, ну, колоссальное количество, понятное дело, что многих мы будем говорить, открыто писать после победы, но есть очень важная черта украинской армии, которой нет, у российской, которая во многом создает стержень ее силы, центральной, главной, это открытость свобода для критики, это открытость для инициативы, работа над ошибками, признание, что есть ошибки и проблемы, и если вы признаете, что есть ошибки и проблемы, то, значит, вы решаете их. Ну, например, сегодня у нас Валерий Маркус известный, да, у нас главный сержант новой бригады, созданной, 47-й, да, Магура, он выпустил видео, публиковалось на своем канале, о том, что лекция для сержантов, ну, там зал открыто, да, читать лекцию сержантам, командирам, украинским командирам, теперь, там поднимаются проблемы, одна из проблем, это в том числе дезертирство с фронта, известно, что про это сейчас много говорят, есть законопроект, Валерий Залужный про это отдельно видео записал, поддержал власти, ну, закономпроектом, и от Маркуса, читая лекцию, перед этим публиковал видео обращения там ТРОшников украинских, которые покидали позиции, оставляли, ну, это известная тема, вот, обращаясь к сержантам, спрашивал, почему так вот случилось, как вы думаете, ну, и дальше они читают лекцию, но сам факт того, что признает, что эта проблема есть, об этом обсуждают и говорят, кстати, Залужный подчеркнул в своем обращении, что мы демократическая страна, поэтому мы обсуждаем эти вещи, мы можем про них говорить, это указывает, да, есть проблемы, действительно, покинуть позиции и дезертирство на поле боя, это страшнейшая проблема, как-то может быть, это прямо такие очень структурные вещи, но сам факт того, что это не замалчивается, не затирается, там, люди, кто пытается про это говорить, их там репрессируют и так далее, создает, в конечном итоге, у нас рабочую атмосферу, возможность работать и решать эти проблемы, чтобы решить эти проблемы, надо ее озвучить, ну, это фундаментальные вещи, базовые очень, а в России уже там у них все идеально, там все замалчивается, вот, российская армия, мы видим, что их там, ну, все эти там, зе-патриоты, блогеры, те, которые критично настроены, но начинают с всяких там, вот, стрелков, да, такие все гиркины, до других там есть, они кричат, вопят, некомпетентность, минин обороны не работает, это не работает, очковтирательство и так далее, и что мы видим, все продолжается, то есть, там система так построена, что она не может на критику и самокритику, она не может работать над ошибками, потому что они не признают ошибки, они не признают ошибки, то есть, они рисуют просто фэнтези, они уничтожают количество хаймарсов, там, уничтоженных, больше, чем Украине передали их, они сбили штурмовиков украинских Су-25 больше, чем Украина вообще их было или могла откуда-то получить и так далее, не нужно быть военным экспертом или специалистом, чтобы, ну, понимать, что это бред, и, как бы, у людей, которые чуть-чуть думают, как бы, у которых не просто там спинномозговая активность, у которых чуть-чуть работает мозг, ну, они понимают, что огромный монстр Министерства обороны Российской Федерации, где сидит целая куча взрослых людей, которые все служили, там, где-то учились, какие-то карьеры делали, что-то понимают, ну, два плюс два могут сложить, и они вот такую вот ахинею выдают, вот такой вот, как бы, ну, уровень какого-то детского сада, знаете, в детском саде, когда ребенок нашкодил, он обычно, ну, до конца упирается, говорит, что это не он, вот, то есть вот, это не я разбил, это не я побил, это не я, вот, там, пытался куда-то крылеть через забор и так далее, ну, типа, характерные, да, дети, он не понимает, как бы, как работают вещи, он считает, что если бы до конца говорить нет-нет-нет, даже когда очевидно, то есть, ему поверь. То же самое здесь, такое ощущение, что это, какие-то глупые дети, кровавые дети, к сожалению, которые вот такие вот детского уровня выдают у нас, да, как бы, информацию, вот, и замалчивают проблемой, не хотят решать. Ну, чем характеризуются взрослые, человек, ну, развился, да, который понимает, тем, что он может признавать, что он в чем-то ошибается, решать, чтобы улучшить свою жизнь, чтобы становиться лучше. Я думаю, это часто от ребенка, ребенок часто не признает. И один из этапов взросления, чтобы не быть инфантимом в конечном итоге, это уметь признавать свои ошибки и решать их. И мы видим, что украинская армия проходит этап взросления, она развивается, она расширяется, и умножает свои возможности. Кроме как российская армия нет абсолютно, то есть она закрыта, забетонирована и не признает никаких ошибок. Причем, ну, ошибки могут быть, ну, тут ошибка, здесь ошибка, проехали, после победы или после поражения разберемся. Нет, так эти ошибки, они структурные, они те, которые фактически подтачивают весь фундамент, когда вся структура разваливается, рассыпается. Вы не можете ожидать, когда все закончится. Нужно сейчас их решать. Они не в состоянии, они не будут. И вот то, что нам показало, как резюмируя, что Украина может учиться, хочет учиться, может на самокритику и может на саморазвитие, только для меня, как российская армия, нет, не может. Она может зато мобилизовать сотни тысяч подданных и вот кидать какие-нибудь там эти мясные волны, так называемые. Ну, отлично. Отличный просто план. Вот корм для этих, для Брэдли сейчас будет и Мардеров. Если Украина может рассчитывать на поставки со стороны наших западных партнеров, то на поставки из каких стран может еще рассчитывать Россия или теперь может рассчитывать Россия, потому что непонятно, что там с вооружением самой России внутри до конца, да, сколько-то там они производят сами. Вот, насколько Россия все-таки может сейчас отладить поставки какого-то оружия из каких-то стран? У них есть Ирана, Северная Корея, желаем удачи с этими богатыми, развитыми странами. Китай в режиме выжидания. Я думаю, что Китай не подключится в плане помощи, Китай-то все не нужно. Плюс нужно понимать простую вещь, во-первых, несмотря на соперничество между Китаем и США, есть очень глубокая взаимосвязь между США, и Китаем их экономик, там как-нибудь гигафабрики Илона Маска находятся как бы где? В Китае, например. Вот, ну, как и наоборот. Плюс, для Китая сейчас ситуация вот с Россией, это то, что называется win-win situation, что называется. То есть, они выигрыши в любом случае. Если Россия победила бы в этой войне, ну, отлично. Они получили бы это карт-бланш, например, и там пример того, что можно попытаться взять Тайвань силой, например, да, и у нас Запад ничего не сделает, кроме озабоченности. Если уже Россия проигрывает, тоже отлично, потому что она фактически обескровленная, без армии, падает полностью в руки Китая. Это ресурсы. Ну, на территории России, особенно Сибири, находится что-то около 30% мировых запасов всевозможных, там, редких, вот, металлов, ну, и так далее. Опять же, я не экономист, не хочу сейчас уходить в точные цифры, но колоссальное количество, огромное. При этом, до полном штаба вторжения, что-то там, вклад в мировую экономику, там, Россия, что-то было, говорят, полтора процента, что-то такое. Вот, поэтому для Китая обескровленная, ослабленная, униженная, разбитая Россия, это идеально, потому что можно просто ее фактически вот голыми руками взять. Кстати, недавно видится, это то, что Данилов предупоминал, что Россия превратится в колонию, по факту. Вот, ну, не намекая, намекая, как бы, на Китай, не говорил Китай, ну, понятно было, колонию кого, ну, не Северная Корея, наверное, же он в колонию превратится. Вот, поэтому, ну, пожелаем ему удачи с такими союзниками, мы видим, какие союзники у нас, мы видим, какие союзники у них, да, Иран и Северная Корея, ну, отлично. Игорь, вот возвращаясь на год назад, вспоминается ситуация, когда мы тоже обсуждали, возможно ли масштабное наступление России с разных направлений. Мы очень сомневались, не верили в это. Идет год войны, очень жесткой войны. Россия была отброшена с очень многих участков, благодаря героической борьбе украинской армии, но, тем не менее, сегодня снова возникают разговоры о том, что Россия снова может пойти в масштабное наступление и снова по разным направлениям. То создается такое впечатление, что либо, с одной стороны, наверное, это нормально, потому что это война, а на войне, возможно, все. С другой стороны, возникает мысль о том, почему, почему так случилось, то ли не хватило оружия нашим западным партнерам вовремя нам помочь, то ли что-то еще было, почему сложилась так ситуация. И вот, если можно, у меня не было возможности поговорить с вами в конце прошлого года о том, какие возможны сценарии в этом году, сценарии на поле боя. Я уверена, что вы их для себя как-то прорабатывали, продумывали. Вот, ну, если можно, там, от лучшего к худшему, или как угодно, от худшего к лучшему. А может, один сценарий есть, не знаю. Смотрите, у нас при лучшем, и худшем сценарии война, она надолго. Я много раз так говорил, что война надолго, и интенсивность просто будет разная. Лучший сценарий, членный сценарий, ВСУ, Украина, в ходе продолжающихся контрно-наступательных операций, возвращает часть территории, ставит под угрозу полуостров Крым, его окружение, например, продолжает освобождать Луганскую область. Россия видит, что их мобилизация не помогла, не спасает. Ну, потому что у нас противостояние высокоточного современного оружия и просто неподготовленных мобилизованных, естественно, всегда победит оружие. Так или иначе, когда же такая ситуация вынудит в конечном итоге где Россию сесть за стол переговоров приведет Украину к состоянию военного лагеря, потому что Россия никогда не исчезнет, наверняка там будут реваншистские какие-то настроения, переворот, какие-нибудь Кадыров или в Пригорш придет в власти, или они там вместе сделают, не знаю, какую-нибудь хунту. Вот. И мы можем понимать, что на десятки лет вперед Украине придется модернизировать дальше свою армию, полностью избавиться от советского наследия, поменять полностью подход комплектации вооруженных сил, работы будет бесконечное количество, огромное. И, в том числе, милитаризация, экономики, налоги, например, и так далее. На все это надо будет брать деньги. Сейчас Украине помогают финансами и помогают все эти вооружения, да, они же очень дорогие, все эти там КМЛРС, ракеты, Патриот. Это все передают дальше Украине. Надо будет самой налаживать, в том числе военное производство, расширять его еще больше. Это все милитаризация не только экономики, но и общества. То есть понимание страна находится в состоянии военного лагеря. Это путь Израиля, Игорь? Это путь Израиля? Да, ну вот такой вот похожий путь Израиля. Это не копипаста Израиля, не прямо как Израиль, потому что Израиль в специфических условиях, но похоже. То есть вынуждена, вот есть среди историков такое понятие вынуждена милитаризация. Не когда у вас какой-то там есть хунта серых полковников, там, сиборитов, которые пришли к власти и начинают там просто вот это все. А когда у вас если называется вынуждена милитаризация, когда для выживания вам нужно быть военным лагерем, чтобы выжить, а не потому, что вы такой милитарист, любите там парады военные и любите там обмазываться танками, пардон. Вот. А потому что вот вынуждена милитаризация. Это хороший как бы путь, потому что Украина побеждает, она возвращает свои территории и выходит в границу 1901 года. Менее хороший путь. Война продолжается, но в таком кровавом тени толкай. Россия может наносить удары очень долго еще советскими старыми ракетами. Их много. Россия может не иметь сил захватывать новые территории, но в силу огромного количества мяса удерживать и Крым, и Донбасс. Это все превращает нас просто в кровавые тени толкает. Поэтому Украине кровь из носа важно, нужно и на современная техника. Не просто так заложный писал, ему для контрнаступления нужно вот несколько сот танков, несколько там вот сот боевых бронировых машин и так далее. То есть, обратите внимание, он не писал, что вот мне не хватает людей, нужно где-то достать людей. Но люди есть, есть добровольцы идут, и Украине хватает этого силы. у нас батальоны формируются в бригады, расширяются в силу того, что как раз их количество народа хватает. Нужна техника. Ситуация такая, в России очень много людей, но нет современной техники, в Украине есть современная техника, в Украине есть люди, но не хватает именно современной техники. И чем больше современной техники будут передавать, тем больше у нас шансов, что будет именно первый вариант. Но при любом варианте у нас Москва и Кремль никуда не исчезнут. Это значит, что нужно с этим жить. Нужно понимать, что и украинским мужчинам, и вообще всему народу населения и так далее, как я сказал, не будет возвращения границы в 1901 году не будет к возврату, как было в 1913 году. То есть, когда просто Украина существует, и есть соседы России, и просто живут. Такого не будет. Вот понимание постоянной угрозы, будет понимание, что те или иные политические силы в России, которые хотят улучшить жизнь в России, предположим, вот так сейчас рассматриваем такой вариант, может быть фантастический, но предположим, в России приходят какие-нибудь либералы к власти, добрые, которые на словах говорят, что мы все дружим с Крымом, даже какие-то репарации готовы выплатить и так далее. И признают, что Крым и все это возвращается, и мы все допустим. Но в силу того, что они будут работать над улучшением жизни в России, в развитии, развиваться экономика, что будут снимать с России санкции, говорит о том, что Россия будет становиться сильнее. А сильная Россия, это сама по себе, это уже угроза Украине. Это как бы исторически уже так, ну посмотрите, в сотни лет постоянно это происходит. И это говорит о том, что да, сегодня у вас добрые либералы, а завтра у вас придет новый Путин или новый Пригожин. И вот эта развитая, сильная Россия со снятыми санкциями и так далее, которая обновляет свою армию, снова станет угрозой для Украины. Она же диспропорция в плане населения, в плане территорий, в плане ресурсов, в плане всего. Поэтому, да, у Украины никакого другого выхода нет, кроме как, во-первых, быть, понимать, война надолго и это страна военного лагеря, а во-вторых, желать и работать на то, чтобы в России не становилось лучше. Потому что лучше в России это хуже для Украины, это нужно четко понимать. Игорь, вот очень интересный момент это позиция Запада. Потому что вряд ли весь Запад, проявив и может, ну, может быть, не все свои возможности, но очень много своих возможностей, очень активно сейчас помогал бы Украине, если бы понимал, что эта война надолго и на там даже на пятилетку. Потому что Запад тоже это не потянет и Запад тоже будет не в состоянии. То есть наверняка есть какая-то цель у Запада. Вот до какой точки должна дойти эта война, чтобы Запад сказал, ну, вот вот здесь, вот Украина не проиграла, мы не проиграли, мы выиграли, и вот тогда вот это будет какая-то точка. Может быть, это будет многоточие, как вы сказали, да, ощущение постоянной угрозы. Но вот это же тоже интересный момент. Вот как вы это оцениваете? Ну, потому что Запад не может же десятилетиями присылать нам оружие, финансировать нас. А если он остановится, то тогда вопрос, если он остановится, то сможем ли мы дальше просто продолжать борьбу с Россией, которая просто будет вот там миллионы людей гнать на убой. То есть вот здесь очень тонкая грань, и особенно в начале вот нового года, нового календарного года, когда много чего мы ожидаем, очень интересно, как вы это оцениваете? Вы видите, Запад очень разный. Ну, мы понимаем, что интересы Эстонии, вот в этой войне российско-украинские интересы США, они разные. Ну, помимо общих знаменателей ослабления России, ну, все, что идет дальше ослабления России, вот, оно разное. Так как Запад разный, не хочется спекулировать и все это под один знаменатель, как бы, но я могу сказать, что действительно, в чем Запад заинтересован максимально, любые страны, западные, которые поддерживают Украину в этой войне, в том числе деньгами, оружием и так далее, они заинтересованы, чтобы Россия, во-первых, не победила и чтобы конфликт не был заморожен, потому что заморозка означает, в конечном итоге, победу России, а так, кстати, тоже озвучивалось, и чтобы хаос, а война всегда хаос, остался контролируемым, больше всего они боятся хаоса, неконтролируемого, потому что из-под контроля, идеальный пример, это террористическая организация исламского государства, это пример неконтролируемого хаоса, который ушел из-под контроля, так что называется, вот, поэтому, кстати, когда говорят про развал России, освобождение Кавказа, Сибири, и так далее, это все, когда вот, ну, на Западе есть вот эти вопросы, вот, а насколько это дискуссионный момент, он вертится не вокруг того, что там они забыли о праве там народов на самоопределение, которое в ООН, кстати, прописано, и так далее, а в том, что они понимают, что это может быть абсолютно неконтролируемая ситуация, поэтому, кстати, в свое время Запад боялся развала Советского Союза, по той же причине, это не потому, что они любили Советский Союз, они с ним вообще-то воевали, они боялись, что это все просто выйдет из-под контроля, особенно с учетом ядерного оружия, но если завтра будет известно вот у США, там, или у англичан, что вот развал России происходить будет контролируемый, это будет контролируемый хаос, известно будет, где у кого будет находиться ядерный банданчик в руках, что будет происходить с кавказскими всевозможными государствами, там, или Сибирью и так далее, они подпишутся запросто сразу, то есть когда говорят, что Запад не заинтересован, там, в развале России, нет, потому что они боятся неконтролируемого хаоса, вот, поэтому им важно будет, чтобы эта война оставалась контролируемой, чтобы они понимали, что происходит, куда идет их оружие, как именно их оружие реализуют, какие планы Украины, что она делает, у него планы вернуться на границу 1901 года, или у него планы там, не знаю, сжечь Москву всю, сжечь Москву, это ужасно, непонятно, что будет, это какая-то там смута, это какие-то там ядерные войны и так далее, у них там, гражданские ядерные войны, назовем это так, а вот возвращаясь, вернуться на границу 1901 года и бить только по военным целям, это отлично, это контролируемое, вот, когда западное оружие, оно реализуется украинскими специалистами, четко, прямо все по регламентам, мы знаем, из точки А в точку Б, куда у нас каждый Хаймарс приехал и как его реализуют, все это контролируемое, это отлично, то есть, запад хочет понимать, во что он вкладывается, огромные деньги, они вкладываются, они должны понимать, что это такое, что не просто они куда-то кидают все эти ресурсы, деньги, оно все исчезает и непонятно где, а понимать эти процессы, они держат руку на пульсе, то, что называется, вот это запад в этом заинтересован, как бы дальше война не развивалась, вот, в каком бы формате она ни была, это то, что интересно, это то, что им важно, ну и, конечно же, чтобы Россия не победила, не усилилась, и война эта закончилась не триумфом для Кремля. Но вот у вас все равно прозвучало слово окончание, но перед этим вы сказали, что война надолго, как долго Запад, тогда я несколько иначе перефразирую вопрос, как долго Запад будет принимать участие в этой войне, вот, поддерживая Украину? Ну, смотрите, США сказали, что даже после окончания войны они еще пять лет будут вкладываться в украинскую армию, перевооружая ее, потому что она будет требовать перевооружения, реформата, перестройки и так далее, ну, вот уже озвучены какие-то цифры какие-то. То есть, ну, американцы что-то сказали, что когда все закончится, мы вас не бросим, мы продолжим дальше. Ну, вот. Ну, зачем как бы спекулировать и придумывать, если у нас есть заявление официальное там, вот, из Вашингтона? Я правильно понимаю, потому что это очень важное заявление на самом деле, я правильно понимаю, что если такие заявления прозвучали, то Штаты признают, что Украина может быть просто, я не знаю, защитником, защитником интересов Штатов в этом регионе. Изначает ли это, что теперь Россия противник Штатов навсегда, который уже не договороспособен? Об этом идет сейчас речь или нет? Потому что, почему я об этом спрашиваю? Потому что некоторые американские аналитики мне говорили, что Россия еще в состоянии, в какой-то момент, когда она остановится и когда сменится власть, то России очень нужен будет Запад, потому что главный враг для России, не Запад, Запад далеко, главный враг для России это Китай, и Россия придет к Западу, и в этом смысле Запад будет нужен России. Американские некоторые аналитики считают, что так и будет до сих пор. Так считают. Но если Украина становится партнером и защитником стратегических интересов США в регионе, то тогда это несколько другая история. Украина является защитником интересов США и вообще глобального Запада в этом регионе, это несомненно. Просто смотрите, я как бы не политолог, чтобы сейчас вам рассказывать, кто там враги Китая, потому что если враги Китая, если и Россия, то у нас вообще весь мир это враги Китая, и у нас весь мир пытается как-то Китай остановить. Это интересное, забавное, как бы у нас сценарий для каких-то комиксов, вот там Марвел, а вот такое вот. Ну да. Но как бы комментировать такое всерьез, вот, в любом случае, смотрите, у нас просто в политике никогда не бывает друзей. Ну, по такой логике никого, все для всех враги, в конечном итоге. В политике есть только интересы общие. Ну, интересы сейчас США и Великобритании в первую очередь, это максимальное ослабление России и вышивание их из игры. Максимально. Ну, то есть, кстати, вспоминаю, в 90-е годы, когда Россия образовалась, ее вот приняли, так сказать, в клуб цивилизованных государств, как вот, даже не наследницу Советского Союза, а просто именно как Россию, ей предлагалась роль, не главенствующая, но роль, даже в том числе, да, в НАТО, совместные учения были, Сибриз, проводили вместе с Россией, были совместные учения между США и Россией, были партнерства, да, официально НАТО и так далее. Просто в каком-то этапе Россия решила, что, смотрите, а мы же как бы великие, а почему с ними не считаются как с великими? Да, плевать у нас там как бы вклад в экономику там полтора процента, но мы же большие как бы на карте, и у нас там история там великая всякая такое и так далее. Вот, вы помните, мюнхенская речь Путина, и дальше началось это все, вот агрессия в Грузии и решение вопросов силовым путем. Ну, потому что опять смотрели на Запад, смотрите, на Западе решают вопрос силовым путем, там, французы бомбят кого-то, когда в Африке, когда им надо, американцы бомбят кого-нибудь там где-нибудь, Израиль бомбит кого-нибудь, а чем мы хуже? Почему мы так не можем? Вот, ну, как бы они просто забыли, ну, какую роль играет, например, Израиль в мире, какую роль играет США, их экономики, их вклад, научное развитие, питаются, потому что, ну, тоже тут как бы не нужно объяснять, очевидно, вот, не забыли, что дает Россия, какие-нибудь компьютеры хорошие дает, может быть, автомобиль, автопром российский, наверное, на расход в мире, может быть, хай-тек, стартапы продаются за миллиарды долларов, уникальнейшие стартапы, ну, как бы, что дает кого-то уникального Россия, ну, как, хорошо Маккейн говорил, да, бензоколонка просто, как бы, вот, мировая, ну, то есть, огромное государство, где у власти сидят какие-то бандиты, КГБшники, вот, и, который просто, у нас энергоресурсы, как бы, да, вот, продает и все, в Европу гонит, ну, и все, и только поэтому, во всеми надо считаться, вот, только поэтому нужно считать, что вы, как бы, великая вот держава, которая может диктовать свои условия в мире, даже тоже Китай, вот, претендует на первенство, потому что он 30%, 30% всего производства, на легкой промышленности, и так далее, это все Китай, в мире, да, Тайвань претендует на то, что он имеет право защищаться, потому что, что говорят, 80-90% микрочипов производится в Тайване, то есть, эти государства претендуют на что-то, потому что они что-то дают миру, а Россия, что, например, претендует, потому что она кому-то нефть гонит, ну, это смешно, как бы, ну, такие как-нибудь Катары, а Эмираты тоже гонят нефть, но так Эмиратов никуда особо не претендуют, они там сидят у себя, как бы, убить там направо и налево, убивать, устраивать бучи и так далее, то есть, в этом проблема России, что, как бы, они заврались и забыли свое место, где они находятся, на самом деле, вот, в свое время Советский Союз, например, выезжал на идеологию, что он несет миру новую идею, там, коммунизм, социалист, освобождение человечества, как бы, и как бы, можно было на это списать, что, да, это фанатики, да, это сумасшедшие, да, с ядерным оружием, но это у них есть какой-то аджента, проект, а что здесь у России, что они несут миру, как бы, что, вот это вот, окувалдивание, Пригожин, вагнеровцы, бандиты, вот, пацанчики с района, у власти, которые находятся, разговаривают на фене и так далее, нет, они несут миру, только ради этого нужно их терпеть и считаться с ними, это же смешно просто, это же, как бы, это же дикость какая-то. Игорь, ну, я не случайно спросила, это, как бы, есть патологический момент, вот, того, о чем мы сейчас говорим, но есть еще и военный момент, ведь американцы, они же очень прагматичные люди, они же не будут вкладывать огромные деньги, как и Запад в целом, да, в какую-то армию, просто так, потому что кто-то им симпатичен, или просто, ну, возможно, да, есть там моральные соображения, но есть еще интересы, и это вот очень важно, вот, с точки зрения создания современной армии, особенно, после того, что вы сказали, вот в этом регионе. Очень интересно, вы, как военный эксперт, как понимаете, что бы что? Не, морального никакого нет, есть только интересы, особенно, когда речь идет о США, это только интересы, там ничего морального нет. Если посмотреть, кстати, на историю помощи США, они помогали всем, и правым режимам, и левым режимам, там, и какими-нибудь, и так далее, там абсолютно никакой идеологии, морали не было, то есть, всегда был такой интерес. Конечно, да, если бы Украина не победила врага под Киевом, не выкинули бы их, никто бы не кладывался в Украину, не было бы ни хаймарсов, ни патриотов. Ну, то есть, какая-то помощь была бы, они там планировали помогать партизанскому сопротивлению Украины, какие-то там, давать ПЗРК для украинских партизан, которые там где-нибудь в Карпатах бегали, пишут такое. Ну, такое, да, они потом и заявляли даже открыто. Но когда Украина показала, что она готова сражаться, что она готова отвоевать свои земли, что она готова отстаивать, в том числе, ценности западного мира и интересы западного мира, то есть, являясь, по сути, тоже частью западного мира, являясь демократией, являясь либеральным государством, США увидели, что да, это игрок, к которому можно вложиться и нужно вложиться, как передовой форпост. Это может казаться тем же украинцам циничным, но так построены вообще у нас взаимоотношения в мире, особенно, когда мы говорим про таких огромные, сильные державы, такие как США или Великобритания. Опять же, для украинцев, которые на него слушают и им кажется циничным, с Израилем то же самое. Когда в Израиль вкладывался, все выбрали, когда в Израиль выбрали вкладываться в США, это не было по доброте сердечной какой-то, а потому что они увидели, США начали вкладываться в Израиль в конце 60-х, начале 70-х годов только. До этого Израиль с Союзом дружил, потом он дружил с Францией, у него другие были, другие были союзники. Так вот, США начали вкладываться в Израиль после того, как увидели, что Израиль готов сражаться, готов воевать, захватывать или отвоевать территории, освобождать территории, то есть драться за них, не сдавать позиции. Когда увидели, что это действительно игрок, на которого можно сделать ставку. Так же самое происходит с Украиной. Когда кто-то перестает сражаться, который никак себя ничего не представляет, США их просто бросают. Это было с ребелами в Сирии, умеренные повстанцы, национальная армия Сирии и так далее. И в них вкладывались, они себя никак не показали, в них перестали вкладываться. Они решили переключиться на курдов, начали вкладываться в сирийских курдов. То же самое было с Афганистаном, они вкладывались в афганское национальное правительство. Пока увидели, что оно задает позиции под ударами талибов, оно не заинтересовано, оно никак не хочет сражаться, бороться. Их просто бросили, оставили. Тот, кто не сражается, США их оставляют. Как только Украина перестанет сражаться, начнет сдавать позиции, потеряет волю к сопротивлению, интерес США к Украине тоже пропадет. Нужно четко очень понимать украинцам, пока они сражаются, побеждают и показывают, что они готовы драться до конца, будет помощь. И больше помощи. Будут и танки, и будут патриоты, и что угодно будет и так далее. Как только Украина показывает, что она готова сдать Киев Кремлю и сдать свои территории, и не готова драться за свои территории, то у США никаких интересов здесь не будет. Игорь, спасибо огромное, что вы сделали это сравнение с Израилем. Я просто вот тоже все время об этом думала, так или иначе, что ведь это была интересная история долгой войны с постоянной опасностью, о которой вы начали говорить. Да, и вот пример Израиля просто налицо, и здесь и западная помощь тоже. Вот этот вариант очень интересен. Поэтому спасибо, что вы об этом вспомнили. Это очень интересный тоже притебент. Игорь, спасибо огромное. Спасибо, что нас связали. Спасибо вам. Очень вам признательно. Игорь Левин был сегодня с нами на связи, за что мы ему очень благодарны. Конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь. Субтитры подогнал «Симон»